Мастер Фиде Роман Ешов Белые играют Д4, Д5, С4, Конь С6 Защита Чегорина Последовало взятие на Д5 Ранний выход Ферзя на Д5 Е3, надо защищать бежку на Д4 Е5, Конь С3 нападает на Ферзя Слон Б4 Все это теория Основной ход здесь в теории Слон Д2 Где в итоге у белых легкое плюс равно Но последовало А3 Надо сказать, что ход Это не новинка 100 с небольшим партией Где-то было сыграно С таким ходом Причем у Сюгирова Санана У самого была такая партия Где он играл уже А3 И против Катрониса тоже Уже не один раз Играли подобным образом Произошло взятие БЦ Конь Ф6 С4 И здесь два пути отхода Более лучше считается Отойти Ферзену Д6 Катронис так один раз Сам уже играл Надо играть Д5 Конь отходит Развиваем коня Конь Е4 Ф3 Прогоняем коня На поле С5 После этого переводим Своего коня На более лучшую позицию На поле С3 Черная игра Ферзь Ж6 Мешает развитию Нашего Слона Тут под его боем Пешка на Ж2 Поэтому надо играть Ладья А2 Если не знать теорию Конечно такой хитрый ход И не найти Рокировка Потом Ладья переводится На Ф2 После хода Ф5 Слон Е2 Конь с Б на Д7 И рокировка Только после такой серии ходов У белых есть преимущество Плюс равно Но в партии было сыграно Ферзь Д8 Тоже возможный ход Ферзен Было сыграно Д5 Здесь в партии День лежения против Иванчука В 2016 году Иванчук сыграл Конь Б8 Белые сыграли Слон Б2 Конь с Б на Д7 Защитили пешку на Е5 Развивают белые коня Черные опять защищают эту пешку Слон Е2 Конь Е4 И рокировка Небольшое преимущество у белых здесь есть Но не все так просто Партия День лежения против Иванчука Это показало Иванчук здесь выиграл Но Катронис решил отойти конем на Е7 Тоже возможный путь Для отхода коня Конь как правило Идет на поле Ж6 Белые сыграли Слон Б2 Напали на пешку Здесь очень точный ход С6 Это все теория Слон Е5 Конь Е4 И скорее всего Катронис Готовил В этой позиции Ход ферзь Б3 Который Советует компьютер Давайте вместе посмотрим Что именно компьютер Предлагает здесь За черных Это Ф6 Надо напасть на слона Заодно защищаем пешку Ж7 Слон должен отходить Очень сильный ход Б5 Надо играть Ладья Д1 Ладья встает Напротив ферзя Происходит взятие На С4 Брать на С4 Конечно же нельзя Под темпы попадаем Поэтому ферзь должен Отходить на А4 Делаем связку На пешку Слон Д7 ДС Надо съедать конем После этого Съедаем пешку слоном Не даем черным Рокироваться Ладья связывает Слона и ферзя Черные Должны найти Здесь еще Вот такой вот Чумовой ход Как конь Д4 Под нападение Теперь вражеский ферзь Белым здесь Для Того Чтобы продолжать борьбу Надо найти еще Ход слона Ф7 Ша Король съедает На Ф7 А белый Съедает на Д4 Ферзь опять Ша И происходит Размен ферзей Позиция Несколько упрощается Но у черных Здесь есть Компенсация За пешку Королю не так Просто здесь Рокироваться В любой момент Слон может встать На Б5 И контролировать Всю эту диагональ У белых Чуть-чуть поприятнее За счет лишней пешки Но Здесь не так Все просто Давайте вернемся К партии В партии Сюгировцы Сделал Обычный ход Коней В3 Казалось бы Что здесь Такого Но именно После этого Хода Катронис Поплыл Последовала Ферзь опять Шаг Королю Надо закрываться Конем Взяли пешку На Д5 Произошел Размен И здесь Катронис Ошибся Он съел Конем Пешку На Д5 И отдал Очень важную Пешку На Ж7 Он это явно Недооценил Важность Этой пешки Правильнее было Здесь сыграть Сделать Рокировку Защитить Тем самым Пешку Пешка На Д5 Никуда не уйдет Белые должны Играть Слон Д3 Быстрее развивать Фигуры Чувствуется Что у них Есть нехватка Развития Тогда Конь Д2 Ферзь Д2 И Ферзь Д5 Отыгрывая Пешку Нападает Сейчас на Пешку Ж2 И на слона Е5 Белым Надо играть Ф4 Ферзь Защищает Пешку На Ж2 И слон Теперь тоже Под защитой Ладья Д8 Нападает На слона Надо его Защищать Ладьей Слон Ф5 Продолжает Снова Нападать На слона И здесь Идет Массовый Размен Ладья Д8 Ладья Д8 И Король Е2 Все переходит К равной Позиции Но в партии Как я уже говорил Черные сыграли Конь Д5 После этого Позиция Черных Просто разваливается Последовало Взятие Пешки На Ж7 Надо уходить Ладью Из-под Нападения Слон Занимает Устойчивую Позицию Здесь Черные Допустили Еще одну Неточность Слон Ф5 Если уж Развивать Слона Так лучше Слон Е6 Чуть позже Узнаем Почему На Ф3 Пойдем Конь Д6 Вы запомните Именно Вот эту позицию Что конь Идет На Д6 И на Король Ф2 Ладья Ц8 Здесь у Белых Конечно Тоже Перевес Уверенный Но Хотя бы Играть Можно Где-нибудь Возможно Белые Допустят Ошибку И Черные Смогут Уползти На Ничью А может Даже И выиграть Шахматная История Знала И не такие Но Последовал Слон Ф5 После чего Белый Играет Ф3 Выясняется Что конь Просто так Отойти Не может Из-за Хода Е4 Но Здесь Есть Один Нюанс Еще Даже Здесь Можно Было Сыграть Конь Ц5 И На Е4 Если вдруг Так Будут Играть Встретится Конь Ф4 И Брать Слона Здесь Нельзя Есть Ловушка Возможно Вот эту Ловушку Не смог Найти Катронис То есть Если съесть Слона Последует Длинная Рокировка Под нападением Слона Д4 Надо Уходить Тогда Ладья Ж8 Связывает Ладья Ж8 Переходит На поле Е8 И Связывает Слона Надо Защищать Слона И Уходим Из-под Связки Но Следует Ход Ферзь Ц3 Нападение Снова На Слона Е3 Слон Должен Съедать Коня Других Ходов Уже Нет После Этого Идет Ферзь Д4 Ш И Король Начинает Переходить На Очень Опасную Позицию Где-то Здесь чувствуется Матовая Сеточка Король Х3 Ферзь Ф4 Ж3 Делая Лазейку Для Короля Но Следует Ферзь Х6 Ш Король Ж2 И Ладья Д2 Ферзь Теряется И Черные Здесь Должны Легко Выигрывать В партии Здесь Черные Допустили Еще одну Грубую Ошибку Пошли Конь СД На С3 Конь С5 Конечно Тяжело Заметить Все-таки Ход После Чего Белые Просто Отошли От Нападения Черные Поставили Ладью Напротив Ферзя На Что Белые Спокойно Съели Коня На Е4 Отскоков То Нету Коня Нету Никаких Опасных Отскоков Ферзь Спокойно Уйдет Висит Слон Надо Слоном Съедать Пешку И Белые Спокойно Отошли Ферзем Из-под Линии Удара Здесь Еще Черные Психанули Отдали Ладью Слон Ж2 Слон Ж2 И Ладья Ж1 Черные Задались Так как Куда бы Не отошел Слон Даже на Поле Д5 Ладья У нас Пойдет На Ж8 Съедим Ладью На С8 И Потеряется Конь Тогда И у нас Будет Лишняя Ладья Лишняя Фигура Впереди У нас Еще Много Интересных Партий С этого Турнира Я Буду Разбирать Как Только Появится Интересная Партия Мы Обязательно Посмотрим Скорее Всего Завтра Я Выложу Еще Один Обзор Одной Интересной Партии Первого Тура Следим За новостями Всем Спасибо За Сегодняшний Просмотр До Новых Встреч Всем Пока